Валерий Викторович, что бы Вы посоветовали почитать по истории России? То есть, то есть, то есть, войны здесь в основном имеются. Войны? Вот сейчас все Зубовы рекомендуют читать. Он написал историю не с точки зрения советского историка, а с точки зрения историка русского, но западного. То есть, ну скажем так, историка от эмиграции. Альтернативная история. Ну да, там нет такого понятия, как отечественная война. Есть мировая война, есть война между нацизмом и коммунистом. Такой вот, такой взгляд, необычный очень для советского человека. Некрича и кого еще? Геллера. И Геллера. Что ты по этому поводу думаешь? Это очень солидные труды, это классика, это фундамент. Это тоже неизвестно злополученному советскому человеку, от которого это долгое время прятали. Таких вещей, собственно, полно. То, что от нас прятали, от нас, в общем-то, все прятали. Даже нормальный взгляд на вещи, но это аксиоматика. Нет отечественной войны, есть борьба между двумя монстрами, там, нацизмом и сталинизмом. Это у нас вывихнутые мозги, то есть не у нас вдвоем, а у народа, у поколения вывихнутые мозги. Боюсь, что навсегда даже очень антисоветски настроенные люди, вроде бы с правильным взглядом на мир, и враги Путина, и друзья прогресса, как только доходят до этой даты, до 1941 года... Как только доходят до прорытых пропаганды извилин в мозгу... То есть это, видимо, очень глубоко заложено, потому что сразу начинается скандал. Ну вот какие вам нужны примеры, если в солидарности, которая, собственно, была создана для борьбы с существующим порядком вещей, Александр Подробини, которого туда нелегко и занесла, высказывает вместе с Колей храмом вполне нормальные вещи. Ну, по мне так, это общее место то, что он высказывает по поводу 9 мая. И его коллеги на него кидаются как стервятники за то, что он с недостаточным уважением подходит к этой дате. И те, кто понимает, что, в общем-то, Александр Подробини прав, тем не менее, они осуждают Подробиника за то, что он вообще стал высказываться на эту тему, и тем внес разлад в демократическую организацию. Сначала, прежде чем читать Неклича, надо Павлова почитать о превращении, о возникновении условных рефлексов, я и физиолога, по-моему, и о истории превращения условных рефлексов в инстинкты. Я думаю, что Кирилл очень серьезный человек, и я думаю, что он серьезно задает этот вопрос. И серьезный ответ такой. Очень многие историки больны разными болезнями. Ну, действительно страшно советскому человеку, которому мы объясняли, что национальные движения украинские – это фашизм. Это сотрудники фашистских организаций. Вообще все, кто боролся с советской властью, кто ее не поддерживал, все фашисты. Очень трудно быть настолько смелым, чтобы излагать свои позиции. Я иногда поехал, слушаю передачи, есть такая историческая «Все не так», по-моему. Мне интересно, как историки, которые там выступают, преодолевают, набираются духу, и вдруг что-то такое говорят совершенно не в духе советской исторической науки и, к сожалению, российской. А серьезный ответ такой – читать надо всех, это интересно, для меня это исследование, понять, насколько человек продвинут, насколько у него остались вот эти вот пунктики, точечки болезни из советского времени. Читает всех и анализирует на вопрос. Недавно задавали вопрос, вот как же так Навальный-то оказывается вот такой плохой. Кого же слушать? Кому верить? Никому не верить. Верить себе. Все подвергать сомнению и проверять. Ну, мне кажется, что здесь самый эффектный автор, это дает гигантские образы, это Гроссман. Он лучше всех сумел показать тождественность двух режимов. А историограф так называемой Отечественной войны, как это было все в реальности, это Василь Быков. Он все очень откровенно отписал. И даже тот же Кондратик. Все-таки, Лер, я преклоняю перед Гроссманом, Геллером, это все замечательно. Но мы все инвалиды. Люди, которые прошли и выжили, прошли вот эту советскую чистку мозговку, выжили, это все-таки некая степень инвалидности. Можно бегать, прыгать, тем не менее, чувствовать, что ты полноценный человек, но тем не менее, некая степень инвалидности в этом. Ты знаешь, мое царство лично не от мира сего. И, собственно, ДС был создан для того, чтобы уничтожать эти стереотипы, демократический союз. Кто испытывал отторжение, тот туда просто не попал. Для меня это органика. С самого начала для меня советская армия была столь же вражеской, как и гитлеровская. А ООН, например, и УПА также нормально воспринимались как друзья, как сокамерники, как союзники. Тоже есть слава. Я уверен, что на 99,9% ты из себя это выдавила. Но советский максимализм... Я готов это показать на каких-то примерах в личной беседе. Вот я не собираюсь тебя разоглачать публично. И у меня это есть. У всех это есть. Мы инвалиды. Это надо признать. Именно поэтому я советую... Нет, нет, я имею в виду идейное наполнение, а не стиль изложения. Именно поэтому я советую... С идеями всё в порядке. Что касается стиля изложения, то, конечно, здесь идёт агрессия во враждебном окружении. У тебя в меньшей степени. Ну, я профессиональный диссидент. У меня такая поза типа ФАЦ, она изначально была задана. То есть я на них кидалась. Конечно, для европейцев это дико. Европейцы разговаривают вежливо, спокойно, толерантно. Им просто будет непонятно, почему такой азарт, почему нет никакой толерантности к другой точке зрения, почему мы в горло готовы вцепиться. А потому что нам ещё до нашего рождения вцепились в горло. И когда мы рождались, мы уже рождались полузадушенными, полусвязанными, полурасстрелянными, полуутопленными. Естественно, у одних это на всю жизнь согнутая позиция, и с колен встать уже не удалось, абсолютно большинство. А у других это агрессия, очень большая агрессия, как у этого замечательного фотографа с двумя F окончаниями, у которого это дошло бы просто до пагея, который бежал из Советского Союза, который сидел. То есть у тебя в меньшей степени, так что ты, по-моему, вполне европеец. Спасибо.